Про резонаторы еще мне хотелось бы немножечко услышать. У тебя была такая диаграмма чудесная, вот как-то этот звук распределялся вот оттуда немножечко нам. Расскажи, да? Наверное, имеет смысл какие-нибудь упражнения дать, которые вам понравились в этом смысле. Очень мне нравятся упражнения, которые хорошо активизируют средний и верхний резонатор, тоже очень полезные, кстати, и для дикциона, где он может пригодиться, и для постановки различных звуков речевых. Ну, придется вместе с вами, конечно, дорогие товарищи зрители, это сделать. Значит, берем два пальчика и подпираем двумя пальчиками щечки, так, чтобы щечки у вас где-то, ну, примерно на середине щеки пальчики поставили. Чуть-чуть сдвигаем щечки вверх и вперед. И продуваем вот в образовавшееся отверстие звук. Держу пари, вы в детстве такое делали. Чем только не приходится заниматься ведущему. Ну, с хорошим выключением. Отличник. А тебе надо еще дворники на очки только для этого упражнения обязательно. У фирмы Динатон нету, случайно? Да, сейчас мы это обсудим, да. Можно отличный бизнес. Вот, и таким образом пускаете прям самолетики. До самой верхней вашей ноточки, до самой низкой вашей ноточки. Действительно, что я один-то? Стоять, как дураки, понимаешь? Ну, все, сделаем. Можно так общаться. Улучшает взаимопонимание в семейной жизни, кстати, это упражнение. Да, друзья мои, если вам показалось... Если вам нечего сказать, вы недавно включили... Да, ваш телевизионный приемник вам показалось, что тут изучают инопланетный язык, то на самом деле мы учимся рок-вокалу. А, Катя, как всегда, а сколько времени вот и так нужно брюнкать? Лучше спросить, сколько времени не надо брюнкать. На самом деле это упражнение поможет вам распеться очень быстро, разогреться перед концертом, перед записью. Это очень полезно, если, например, выходить на сцену. То есть для этого вам не нужен инструмент, потому что здесь совершенно автональное звучание. Отошли, погуляли пока там и распились. Так, хорошо. Дорогие посетители, кто-нибудь вопрос? Не... Пожалуйста. Правда ли, что сырые яйца полезны для голосовых связок? Отличный вопрос. Как говорится, я ждал его. И вообще, я с вашего позволения слегка расширю. Как ухаживать за голосом? Мы уже начали об этом говорить, да? Да, да, да. Но вот можно продолжить. И сначала всё-таки вот это вот... Ну, про яйца, конечно. Там, как яйца в известном кинофильме. По сырые очень сырые. Статую испортили, да, целую. Ну, дело в том, что у нас с вами на самом деле два горлышка. Одно дыхательное горлышко, а другое пищевод. И, строго говоря, всё, что вы глотаете, по счастью, в дыхательное горлышко не попадает, а попадает в пищевод. И, соответственно, дальше подвергается расщеплению, ну, и усвоению. Ну, и в вокале участвуют косвенно лишь только. В вокале участвуют косвенно. Вот, поэтому препараты, которые обладают каким-то химическим воздействием на нервную систему, на мозг, да, как алкоголь, например, да, они, безусловно, влияют на голос и, к сожалению, не в лучшую сторону. Поэтому разогреваться надо упражнениями, а не виски. Это важно, кстати. Даже если это, выше упомянутые, виски. Да, даже если это виски, да, тичь. Просто поэтому яйца рекомендуют иногда для того, чтобы просто немножечко смазать именно, собственно говоря, заднюю стенку глотки, да, ну, как вот вы полощите горло, когда горлышко болит, да, пьёте кефирчик. То есть, в принципе, любой белковый продукт обладает подобным, собственно говоря, свойством. Он хорошо будет действовать на тех людей, у которых недостаточно выделения мукуса, вот, смазки. Если же у вас, наоборот, её слишком много, лучше съешьте лимончик или попейте чай. То есть, вот, обычно вокалисты мне рекомендуют пить чай, кофе и есть лимоны, семечки, шоколад и прочее. Но, опять же, это очень индивидуально. То есть, я всё время мечтаю на каком-нибудь семинаре поставить огромные чаши с орехами, семечками, шоколадом. С семечками, шоколадом, всё это съесть. Семинар это есть, да, 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 потому что на самом деле на голос влияет благотворно распевка и занятие голосом, и, собственно говоря, влияет неблаготворно, нецелевое использование голоса. Вот это самое главное, что нужно запомнить. И следуя этому простому правилу, вы будете хорошо и готовы. То есть, семечки, насколько я помню, не столько нельзя их есть из-за того, что их нельзя есть, а из-за того, что там какая-то шелуха попадает куда-то. Ну, опять же, куда? Чисто неудобно. У вас куда чисто попадает эта шелуха? У меня чисто пищевод. Я на скрипке играю, я не пою. То есть, скрипачам нельзя есть семечки. Во всяком случае, до этого семинара... А, тогда бонят в бороде просто, настревает шелуха. И неудобно играть на скрипке. Это я могу понять. Отвлекает зрителей. Хорошо. Так, вопрос, может быть, ещё какой-нибудь появился? А сигареты влияют на... Вот, вот сигареты как раз вы вдыхаете. Сигареты, алкоголь, секс, наркотики. Секс, вы вдыхаете секс? Нет, я тебе говорю, что вредно для вокала, мы тут пытаемся выяснить. На самом деле, что касается курения, с этого вы начали. То есть, вы вдыхаете дым, а, соответственно, он ещё и горячий. То есть, на ваши голосовые связочки это влияет таким образом, вы их обжигаете. И связочки становятся, знаете, как по такому чехле, как пятка. То есть, они на самом деле теряют эластичность. Естественно, это происходит не за один раз, во всяком случае у людей взрослых. Вот, у молоденьких ребят, там, лет 12-15, это слышно, ну, буквально через неделю. То есть, такие случаи бывали, там, в училище девочка приходит. Вот такая вот вся, такая, здравствуйте, я пришла на вокал. Я спрашиваю, куришь, откуда вы догадались? То есть, у неё вот это в три секунды становится слышно. Но, по счастью, так же быстро и проходит. А у ребят постарше, у низких голосов, в принципе, долго может голос держаться без особых каких-то изменений в этом направлении. Вот, а потом в какой-то один прекрасный момент человек просыпается, и получается, что у него половина диапазона куда-то отвалилась. То есть, работали-работали связочки, а потом что-то как-то вот ухудшились. Вот, поэтому в этом смысле не советую. Ну, вот, что касается всего остального, особенно вышеупомянутого секса, конечно, влияет, и, конечно, благотворно, безусловно. Тут аплодисменты должны быть. Спасибо. Ну, и секс. Так, значит, начинают со страшной силой поступать вопросы от телезрителей. Начнём с конца. Самый простой вопрос. Иван из Волгограда спрашивает, на чём играл ударник Екатерины во время исполнения первой, не побоюсь этого слова, и второй песни тоже, поскольку он на той же самой. Наверное, вот интересный инструмент, который застоял коробочка, да, это инструмент называется кахон, а в переводе скворечник или попросту груб. Да, латиноамериканский инструмент. Говорят, по слухам, произошёл от сборщиков мандарин в Латинской Америке, поскольку, или, может, ну, какой-то фрукт, который вот в эту дырку у него там сзади идеально пролезает, вот эти фрукты они собирали, а потом стали на них музыку играть. Хорошо, дальше. Максим из города Ковров спрашивает, нужно ли вокалисту знать нотную грамоту, или можно петь, как дышать? Ну, на самом деле, бывают и такие-таки варианты, поскольку, в общем, только знание нотной грамоты не поможет вам стать вокалистом, ибо петь всё равно придётся. А что касается пения без знания нотной грамоты, ну, часто вокалист попадает в неприятные ситуации, работая с музыкантами, потому что они-то гады знают нотную грамоту, и могут вокалистов неприятности во всякие вогнать, вогнать в краску, вопросом, например, а в какой тональности вы поёте эту песню? Ну, с другой стороны, тоже музыкантам, не вокалистам, не надо забывать о том, что вокалисту вопрос надо задавать осторожно. Да со словарём. В общем, примеров там миллион, действительно, и Элвис Пресли, и Биджис, они, во всяком случае, поначалу не знали ноты, при этом это не помешало им добиться... Потом просто никто не знает, на самом деле. ...добиться, да, всеверной славы. Действительно, обратное строго говоря неверное, выучив ноты, не станете вокалистом. Владислав из города Волгоград спрашивает, как найти свой голос? Вот, с одной стороны, вопрос прекрасный, а с другой стороны, вопрос ужасный, по сути, потому что ответ на него, он очень простой и очень сложный одновременно. А у каждого человека уже есть свой голос. Индивидуальный, абсолютно ни на кого не похожий, уникальный, удивительный. Но его надо найти в себе. И вот в этом заключается сложность, что в этом процессе вам никто не поможет, кроме вас самих. Ищите, пробуйте, экспериментируйте, слушайте себя, записывайтесь, играйте с различными музыкантами, пойте с разными вокалистами ансамбля, и в один прекрасный момент вы обретете свой голос. Придете к педагогу. Продолжаем мы еще обсуждение вопросов, связанных с рок-вокалом, и не только, как вы тут заметили, дозвонившись по телефону 645-9297. Дорогие телезрители, вы еще можете успеть задать вопрос и выиграть даже приз, но происходить это будет уже после рекламной паузы на телеканале О2ТВ. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!